Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Гришин и я рад вас всех видеть на канале English. Вы, наверное, подумали, почему Саша в куртке летом? Он что, с ума сошел? На самом деле, это видео я снял еще зимой, когда ездил в США. So, guys, enjoy! Я уверен, что вы замечали в словаре такую надпись British English or American English. Вы ищете перевод слова, его значение и смотрите, такая надпись появляется British or American. Это значит британский или американский английский, то есть вариант английского языка. Но, скорее всего, вы подумали, ой, ну какой-то британский, английский, американский, неважно, хоть одно слово запомни, слава богу. Но, друзья мои, это на самом деле очень важно. Ведь, действительно, британцы и американцы могут называть одно и то же понятие, вещь, предмет совершенно разными словами. Я вот так само убедился, когда попал в Вашингтон, я был в Нью-Йорке, теперь я в Вашингтоне. На самом деле, некоторые вещи британцы и американцы называют по-разному. И прямо сейчас я вам расскажу про основные эти предметы, понятия, явления, которые называются по-разному. Are you ready? Let's start! Biscuit. Cookie. Друзья, первое слово это печенье. Я купил специально целую пачку. Посмотрите. Cookie. Cookie это печенье по-американски. Biscuit это печенье по-британски. Также за мной есть надпись про квартиры. Они продаются сразу же с мебелью. И я вспомнил слово шкаф. Шкаф в Британии называют wardrobe. What did you do in wardrobe? В Америке closet. Whoa, is this your closet? Вот оно, разница в словах для одного и того же явления или понятия. Lorry. Truck. В британском английском для слова грузовик есть слово лори. Так они и говорят. Но в Америке совершенно другое слово используется. А именно слово truck. Видите, знак no trucks. То есть знак, запрещающий движение к грузовикам. No trucks. Truck. Грузовик по-американски. Лори. Грузовик по-британски. Flat. Block of flats. Department. Apartment building. Друзья, наверняка многие из вас знают, что американцы любят жить в частных домах. Но тем не менее, некоторые проживают в обычных квартирах, многоэтажках. Квартира в британском языке будет flat. А в американском apartment. Соответственно, многоэтажка. Block of flats – это британский вариант. Apartment building – это американский. И чтобы подняться на нужный этаж, мы часто пользуемся лифтом. Если вы спросите в Америке, where is the lift? Где лифт? Вас, скорее всего, не поймут. Потому что слово lift – это именно британское слово. В Америке используется elevator. Where is the elevator? Именно так нужно спрашивать в США. И еще три слова, которые различаются в британском и американском вариантах английского языка. Pavement. Sidewalk. Первое – это татуар. Татуар будет pavement в британском варианте и sidewalk в американском. Дальше. Прямо за мной есть пешеходный переход. Zebra. Pedestrian crossing. Zebra crossing. Crosswalk. В британском так и будет. Zebra crossing или pedestrian crossing. То есть пешеходный переход – zebra. Или pedestrian – пешеход. То есть пешеходный переход. Но в американском говорят crosswalk. Crosswalk – это пешеходный переход. И, конечно же, прямо за мной станция метро. В Вашингтоне называется Metro. Но вообще-то underground в Британии. So, this is the underground. И some way в Америке. Именно так говорят в Нью-Йорке. Where is the subway? Где метро? Well, he saved the lives of about 85 people on the subway tonight. Autumn. Fall. Друзья, еще одно слово, которое отличается в британском и американских вариантах английского языка – это слово осень. Сейчас зима в Вашингтоне, но, тем не менее, она очень похожа на российскую осень, потому что температура не такая уж и низкая. Плюс 5, плюс 8, бывает 0 градусов по Цельсию. Итак, в британском языке осень называется, вы все знаете, autumn. autumn – это осень, но в Америке часто ее называют fall, как будто ее падать. Fall – наверняка ассоциация с тем, что осенью опадают листья, они падают, и поэтому они называют fall – осень. Holiday, Vacation. Давайте еще пару слов я озвучу, например, слово отпуск. В британском часто говорят holiday или holidays, в Америке называют vacation. Запомните, holiday, vacation – это разные слова, британский и американский вариант. Trainers, sneakers. Дальше, еще одно слово – trainers. Trainers – это кроссовки в британском варианте, в Америке же говорят sneakers. Очень похоже на шоколадку sneakers, пишется, правда, по-другому. Запомните, trainers – sneakers. Post – mail. Post – это почта в Британии, mail – это почта в Америке. Q – line. Если вы стоите на кассе, перед вами люди, образуется очередь, и кассир в Америке говорит next in line – следующий по очереди. Line – это очередь в американском английском. В Британии говорят Q – очень непонятное слово. На самом деле оно французское, именно поэтому читается только одна буква, первая буква Q, а пишется еще четыре буквы. Chips. French fries. Еще одно слово, которое, скорее всего, вы знаете, но, наверное, неправильно его используете. Слово чипсы. Вы думаете, что чипс – это чипсы, жареная картошка, но на самом деле чипсы по-британски будет crisps. Crisps – это у них чипсы, а слово чипс у них значит «картошка-фри». Fish and chips – рыба и картошка, это их национальное блюдо. You know, fish, chips, cup of tea. Но у американцев чипс – это именно чипсы, а картошка-фри называется French fries или просто fries. Yeah, give me a hamburger, a french fries and a coca-cola. Toilet, lavatory, restroom. А как будет туалет? Наверняка вы знаете toilet или lavatory, но это британские варианты. Еще можно WC, такой международный вариант. Но в Америке чаще всего везде написано, люди говорят restroom. Restroom – как будто бы комната отдыха. Restroom – это туалет. Lavatory, toilet, WC – это больше британский вариант. Rubbish, litter, trash, litter. Шел мимо мусорки и увидел надпись trash. Trash – это мусор по-американски. В Британии же говорят garbage или litter. Запомните, trash в Америке, garbage, litter – чаще в Британии. Diversion, detour. Следующее слово у нас, вы видите надпись, detour – это объезд в Америке. Diversion – это объезд в Британии. И за мной находится дорога, это, конечно, не шоссе, но, тем не менее, шоссе в Америке называют highway, в Британии шоссе называется motorway. Petrol, gas, gasoline. Пытался найти заправку, так и не нашел. В любом случае, petrol – это бензин в Британии, gas – это бензин в Америке. Petrol station – заправка в Британии, gas station – заправка в Америке. Запомните, есть такая компания BP, British Petroleum, это именно по-британски. Бензин – petrol, British Petroleum – это британский. Chemists, pharmacy. И проходил мимо аптеки, тоже разное слово используется в Британии и в Америке. Pharmacy – это в Америке аптека. Chemists – это аптека в Британии. Chemists – это как будто бы слово химик. Chemist – химик, chemistry – химия. Chemists – это аптека в Британии. Pharmacy – в Америке. А тем временем у нас есть победитель в предыдущем конкурсе. Им становится Анна Черданцева. Наши поздравления. Congratulations, great job. Напишите на почту Inglex и получите два бесплатных урока английского языка. Хочу напомнить, что все ваши комментарии участвуют в конкурсе. У вас есть возможность выиграть два бесплатных занятия английским языком от Inglex. Ставьте лайки, на канал подписывайтесь. Вы смотрели канал Inglex и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие ролики. See you guys really soon in the next video. Bye-bye.